Как правительство намерено реализовывать задачи, поставленные президентом, рассказал министр юстиции Марат Бекетаев. Сегодня в Кукшетау он встретился с представителями молодежи. Он не только разъяснил многие пункты ежегодного послания, но и поделился проблемами в юридической отрасли. Визит Марата Бекетаева в Кукшетау начался со встречи со студентами университета имени Абая Морзахметова. Большая часть из них учатся на юристов. В рамках этой встречи выяснилось, что в стране не хватает адвокатов. На одного защитника приходится 4000 казахстанцев. Особенно дефицит заметен в Актюбинской и в Манкистауской областях. Однако в рамках недавно принятого закона этот вопрос вскоре решится. Во время стажировки студент должен заплатить 22 тысячи тенге. Потом после экзамена надо еще 700 тысяч заплатить в качестве вступительного взноса. После отмены этих сборов проблема дефицита адвокатов тоже исчезнет. Высокопоставленный гость также разъяснил, как именно правительство будет реализовывать задачи, поставленные президентом. Так, полуторакратное увеличение прожиточного минимума позволит повысить зарплаты 275 тысячам казахстанцев в среднем на 35%. В следующем году планируется принятие нового закона о статусе учителя. В нем регулируются вопросы об уменьшении бумажной работы для педагогов. Для решения проблем дефицита ученических мест и трехсменного обучения в последующие три года из бюджета планируется выделить дополнительно 50 миллиардов тенге. Он также сообщил, что в рамках реализации послания будут рассмотрены улучшения и послабления для субъектов малого и среднего бизнеса. Также на следующий год запланирована налоговая амнистия. Программу «Дорожная карта бизнеса» решено продлить до 2025 года. После встречи со студентами министр юстиции посетил предприятие, занимающееся производством сельскохозяйственной техники.